МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдающийся английский кардиолог сэр Томас Кроун в 1961 году к собственному юбилею, к 70-летию, опубликовал воспоминания. Разразился страшный скандал. Врач признался, что за 45 лет практики у него были 200 романов с пациентками. В течение недели кардиолога лишили званий, наград исключили из британской ассоциации терапевтов, которую он руководил, кстати говоря, 20 лет. Ну, конечно же, за последние полвека нормы нравственности претерпели некоторые изменения. Насколько дозволительны сегодня в медицинском сообществе плотские отношения на рабочем месте? Вот о чем хотелось бы поговорить сегодня. Внимание на экран. У врача, чей рабочий график измеряется сутками, должна быть личная жизнь. Часто она перекочевывает с работы домой и наоборот. Служебные романы супруги-коллеги в медицинском сообществе «Норма». Является ли нормой секс на дежурстве? Ведь можно жить на работе. Секс – часть жизни. Кинематографисты, представители СМИ, писатели в красках излагают личную жизнь медицинских работников в стенах медучреждений. Никого не удивить. Однако пикантная тема становится еще более пикантной, когда речь заходит об отношениях начальник-подчиненный или врач-пациент. Кто кого домогается и как это влияет на работу в ЛПУ. Психолог Михаил Литвак в своей книге «Секс в семье и на работе» пишет, что сексуальные отношения в лечебных учреждениях встречаются часто. Им было опрошено 135 врачей, 98 медсестер, 49 санитарок, а также 297 пациентов. В той или иной степени сексуальные отношения в ЛПУ наблюдались практически у каждого. И не всегда любовь прекрасна. Криминальные сводки Сверловской области два года назад пестрили заголовками. В ЦРБ города Режа полицейский застрелил заведующего отделением реанимации и анестезиологии, а после застрелился сам. Поводом для убийства стала ревность. Мужчина обнаружил переписку жены медсестры со своим начальником. Впрочем, о сексе в отделении Режевской больницы в сводках не упоминается. Это программа «Противостояние», где каждая точка зрения имеет право на существование. Меня зовут Александр Карлов. Здравствуйте. Александр Моисеевич, признаться честно, мы взяли вот эту информацию про Томаса Кроуна из вашей статьи. Причем... Это 71-го года. Что самое интересное... Да, но мы не нашли нигде в интернете подтверждение этой истории. Как такое может быть? На самом деле, вслед за этим, появилось еще несколько маленьких книг и статей известных специалистов, но о романах больше с медсестрами, чем с пациентками. Есть французские книги на эту тему, есть исследования научные на эту тему. Почему кардиолог? Да. На самом деле, кто такая основная кардиологическая пациентка? Это женщина 28-32 лет, очень часто хорошенькая. Сердечная патология дает страхи. Поэтому многие кардиологические пациентки... Почему-то вообще все считают, что больше всего романов с пациентками у психотерапевтов, сексологов и так далее. Неправда. Это совершенно... У сексологов меньше, да? Неправда, потому что мы имеем дело с психикой, психиатры, сексологи, и мы знаем, с кем можно завести роман, а с кем нельзя. Кроме того, мы же с психологами работаем. Зачем нам пациентки? Это же те же самые люди, только гораздо приятно. Тем самым мы уже разграничиваем проблему секс с пациентками, простите меня, и отношения с медсестрами. А вот что касается кардиологических пациенток, у них возникает страх при приступе. И большинство пациенток, это доказано исследованиями, они вообще хотят иметь своего врача. Своего, кто своего в смысле того, что будет ему доплачивать, оказывать какие-то услуги, а кто своего в качестве любовника. Да, что, конечно, лучше, потому что знание глубже. Потом, не забывайте, еще такое обстоятельство. В отличие от других врачей, не в отличие от психиатров, но в отличие от других врачей, кардиологи говорят со своими пациентками не только о патологии, да, но об образе жизни, о том, скандалят ли они с мужем, бьют ли они мужа по голове сковородкой, или дело ограничивается тарелками, от чего у них возникают кардиологические приступы. При этом одной рукой левой придерживая грудь, а второй якобы прислоняясь к пациентке фонидоскопом. А если вы говорите о жизни с женщиной, придерживая грудь, левую, как правило, я знаю кардиологи, которые правую даже придерживают, то, естественно, это наводит на какие-то интимные... Спасибо. Вот вы объяснили, Александр Ильич. Это все, что по слову Романов вообще докажено. Занимают кардиологи. Спасибо. Но поскольку кардиологи, я бы скажу, это все-таки элита. Да? Невропатологи, кардиологи, это не какие-нибудь... Нет, это вы считаете, что это элита. Нет, они сами считают, что элита. Каждый врач считает себя элитой, представительной элитой профессии. Нет, ну слушай, протолог элитой не считается нигде. Как же? Ой, ну не скажи. Почему? А по уровню зарплат? Считается элитой. Нет, кардиологам быть надо обладать медицинским слухом, читать электрокардиограмму, уметь найти общий язык с пациентом. Поэтому они медленно, они редко попадаются. Попадаются в основном хирурги, которые люди простые, резкие, жесткие. И с ножом в руках. Спасибо, Александр Моисеевич. Тем самым мы разграничили уже проблему. Секс, простите меня, с пациентками и секс, значит, с медицинским персоналом. Допустимы ли не рабочие такие отношения в рабочее время на рабочем месте? Но мы же знаем, что у врача, ну практически со студенчества, времени на личную жизнь не остается. Так допустимы ли строить личную жизнь на условиях взаимности, взаимного согласия в рамках медицинского учреждения? Как вы думаете, Владимир Михайлович, хочется спросить вас. Да, мы говорим сегодня открыто. Все-таки медики – это люди творческие, это люди, которые все-таки выгнали себе с выдумкой, с фантазией, с романтикой. Медицина вообще как бы такая романтическая направление, романтическая отрасль. На границе жизни и смерти. Да, соответственно, это, конечно, такая, где-то есть династийность есть. Не будем путать традиции. Вы, значит, о романтике. Романтическая профессия, династийность. Да. Ну и еще, значит, понятно, что времени на личную жизнь – мама награждала. Поэтому, увы, это имеет место быть. Вы это поощряете? Да. Среди своих коллег, например. Если смотреть глазами доктора на эту всю историю, ну не то, что поощряю, но как бы с пониманием отношусь. Если смотреть глазами руководителя администратора, то уже как-то смотришь на это и говоришь, что, ребят, вы что, с ума сошли? А потом… Без меня. Да. Ну, как бы, а потом в сторонку отводишь доктора и говоришь, ну, расскажи, что там у вас получилось. Ну, как это было, расскажи. Да, Глеб, прошу вас. Вы же противник в неформальных отношениях на рабочем месте. Абсолютно точно. Почему я противник отношений? Потому что у нас в стране очень сильно подорвано доверие к врачебной службе. И если заводить романы на работе, романы на работе, то мужья не будут доверять своим врачам отпускать. Ну, например, жена пошла в поликлинику. А если нет мужа? А если нет мужа? Да. А если муж и жена работают в одной и той же клинике, могут они в обеденный перерыв, понимаете ли? Но если бы вы вошли, увидев процедурный, супругов, работающих в вашей клинике, придающихся страсти, вас бы это шокировало? Меня бы это как минимум неприятно удивило. Потому что все-таки есть какие-то нормы приличия. И если личное приходит в деловое пространство, это, ну, просто расхолаживает всю корпоративную этику. Не все потеряно еще в нашем государстве. Если молодежь, вот так вот... Вот я 45 лет работаю, и много, да, среди моих коллег много супругов. И чтобы они занимались любовью на рабочем месте, они могут поцеловаться, если долго не видели, обняться. Но чтобы они занимались любовью на рабочем месте, где пахнет лекарствами и ходят сумасшедшие вокруг, это вряд ли. А вот романы с медицинскими сестрами, с психологами, за этим стоит так называемый синдром офисных костылей, да. То есть человек на работе всегда кажется умнее, чем муж дома. Он, во-первых, одет прилично. Да. Он, как правило, выбрит. От него хорошо спахнет. Как правило. Большей частью мы на работу являемся трезвыми. Во всяком случае у нас в отделении, да. В отличие от мужа. Мы иногда говорим умные вещи. Мы, может быть, дураки дураками, да. Но мы любим свою профессию, и в этой профессии говорим умную вещь. И медсестра или психолог в это влюбляется. Это и есть так называемые офисные костыли. Они существуют не только в медицине, они существуют в любом офисе. Александр Алексеевич, вот никоим образом не хочу ущемить ваш профессионализм и знания человеческой натуры, но все-таки, смотрите, мы говорим о женщинах, а женщины молчат. И что-то как-то вот... Ну, вот на самом деле, да. Елена Леонидовна, включайтесь. Я не врач, я психолог. В процессе сердца они не молчат. Вот, вы знаете, здесь на самом деле нужно очень четко разграничить одно дело, да, служебный роман, флирт, секс или действительно взаимоотношение с клиентами. Я неоднократно на моих пышных плечах рыдали мои клиенты, я их не называю пациентами, потому что я их не лечу. Потому что они вам плачут. Нет, нет, я их не лечу, я их консультирую. И они мне рассказывали очень неприятные истории отношений с врачами, и они были очень расстроены, они не ожидали. То есть, понимаете, врачи ими манипулировали, они не хотели этого секса. Они просто попали в ловушку вот того, что сейчас Александр Мячесич сказал, да. В ловушку Александра Мячесича. Здесь надо очень четко разграничить. Конкретно на Александру Мячесичу были жалобы. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Пациентки, это пациентки, вот моя шефиня, академик Амбрумова, когда кто-то из нас даже повышал голос или ругался матом, хотя сама она ругалась виртуозно, она говорила, ребята, ну она была намного старше нас, вот здесь у нас на этой стороне ординаторская, процедурная, комната для психотерапии, здесь врачи и психологи, а пациенты там, на другой стороне. Поэтому давайте вести себя по-другому. И она была совершенно права. Конечно, пациентов трогать нельзя. Ну, через пару лет после лечения, если она полностью здоровая. Ну, такого не бывает же, да? Ну, такого не бывает. А вот что касается коллег по работе, да тем более на ночном дежурстве, ну это святое, это даже как-то неуважение к коллеге. Вы с ней дежуете с психологом или с медсестрой, а ты не проявляешь никакого интереса. Молодость, молодость рвется в бой. Глеб Сергеевич, прошу. Это такая же ситуация, как с пациентами. То есть вы с пациентами... Нет, это раз, Глеб. Нет, абсолютно такая же. Вот вы часто апеллировали к сексу с медсестрами, правильно? Да, да. Почему только апеллировал? И апеллировал тоже, есть доказательства. А если медсестра слишком включилась в этот процесс и ожидала большего? В вашем возрасте. В чем дело? Но ведь медсестра, она тоже находится во власти врача, так же, как и пациент. Сейчас мы договоримся, что медсестра тоже человек. Ну что это такое? Конечно, конечно. Почему? Потом. Нет, вы управляете медсестру в течение всего дня. Вы говорите ей, что делать, что так. И в итоге она вот... Влюбляется. И она становится рабой вообще. В каком-то смысле может быть, да. Это глупости. Вы присоединяетесь сверху. Это домогательство. Конечно. И ей тяжело противостоять, потому что, если вы, особенно вы влиятельный человек, а еще и заведующий психиатрическим отделением... А еще обладаете шармом вообще, да? И методиками воздействия. Да, конечно. Взаимоотношения между медицинским персоналом все-таки, Нина Владимировна, на ваш взгляд, этичны или нет в рамках лечебного учреждения? Я считаю, что в рабочем месте нет. Вам не нравится? А где еще знакомиться тогда? Почему? Что там мешает? А, секс, да. Ну почему, роман еще. Мне интересно, почему неэтичным? Роман и секс, это немножко разные... Ну вот тут я соглашусь. Даже женщины начали это различать. Ну? Секс на рабочем месте в рабочее время неприемлем. А секс в рамках романа? Хорошо, а что скажет Ольга? Погодите, а вы заметили, что ведущий тоже скомпрометирован? Он уже находится на стороне тех, кто за секс, потому что он сексист. Даже женщины... Нет, я просто мужик. Даже женщины начали... Я без этого как-то уже не могу обходиться. Это те, кто утверждают, что мужчины превосходят женщин. Я так не считаю. А люди, которые любят секс, в том числе и секс с медсестрами, это не сексисты, это просто люди, которые любят секс. Слушайте, погодите про медсестер. Давайте разберемся с коллегами. Вот я, например, да... Один социальный пласт возьмем. Женщина уже, да, не очень молодая. А когда была очень, собственно говоря, я видела массу моих знакомых, которые не только знакомились, коллеги, да, там медсестры, врачи между собой, но, собственно, иногда, да, у них были такие моменты. Ольга, вы им завидовали или осуждали? Вы знаете, я немножко завидовала, потому что я замуж вышла не за врача, и еще в студенчестве. И мне, в общем, было как-то, да, думаю, елки-палки, как удобно-то, а у меня-то вот нет такой возможности уже. Удобно. Удобно. Знаете, почему удобно? Мы же здесь все врачи, ну, в основном, да, собрались. А врачи очень много работают, на самом деле. Там днем поликлиника, вечером там вторая поликлиника. Слушайте, ну а кто мама-то работает? А бизнесмена? И вот смотрите, уж работает эту ночь, жена работает с емочью. Ну да, мало работаем мы. Потом там, значит, там, не знаю, к маме поехали еще. Где сексом заниматься? Вот реально, да? А тут, опаньки, как удобно. Тоже психиатрическое отделение. Всех там психов спать уложили, этих, ходишь-ка-то. Что значит уложили? На диванчик. Мы им на кубик больше. Мы им на кубик больше. А это врачебное преступление, погодите. И мы можем заниматься хоть сексом втроем. Я совершенно не возражаю, если как бы, да, отношения стабильные. Ну, может быть, вот, если это какое-то спонтанное... Если это стабильное отношение, да, если, да, у людей уже... То есть это супруге, им действительно некогда, да. Но мы говорим о каких-то другим. А будущим супругам? Ну, вот, когда уже действительно люди решили, что они вот уже за пять минут до марша Мендельсона. А если говорить о каком-то начальном... То есть если у них приглашение уже вот это есть, по которому нужно было в холодильник купить в свое время и ботинки. Когда у них квартира есть. Когда им в ординаторской обзору. В общем, они поредут ко мне и будут рыдать, что у них не сложилось лично жить. У них не сложилось лично жить больше, потому что они сошлись характером. Не потому что они в ординаторской обзору. Я супругу нашел в больницу, да, встретил. Вот то, что называется любовь с первого взгляда, да. Вот увидели люди друг к другу, начался какой-то флирт, романтические отношения. Но флирт – это другое совсем. Флирт – это замечательно, это сближает вокруг. Дайте исповедоваться человеку, подождите. Флирту психолога. Вот, сейчас двое детей прекрасных, но все нужно действительно разграничить. А почему глаза грустные такие? Флирт – уставшие, потому что все с работы приехали. Флирт – это начинало дежурство. Соответственно, это ни в коем случае не должно мешать работе. Это не должно стоять выше, чем работа. А как вы сможете удержаться, дорогой мой? Вот ведь человек – это такое субъективное существо. Доктор может и должен себя сдерживать. Доктор должен понимать, что происходит, совершенно верно. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда человек, он уже не может терпеть. Тогда об этом не должен знать никто. Совершенно верно. Вот никто. Вторая миссия – ординаторская пожарная. Не должен страдать при этом пациент. Хорошо. А вот санэпидемный режим в больнице нарушается? Нарушали на каждом шагу. Это нарушается. Я хочу сказать еще об одном важном обстоятельстве. Вы, особенно этот молодой человек, он молодой врач. Глеб Сергеевич. Вы забываете о традициях. По традиции врач считается человеком энергичным. Совершенно верно. Сексуальным. Жизнерадостным. И если он грустный, нефига ему делать в отделении. Вот такому, как Риктор, какой бы он ни был диагност, да, грустный на всех наводить, нефига ему делать в отделении. Хорошо ему или плохо, он должен быть с улыбкой. Это наша обязанность. Но вы не сказали ничего про то, что он должен кидаться на своих коллег. Зачем же кидаться? Подожди. Мы говорим про секс, а вы про насилие сексуальное. Это разные вещи. Мы же говорим по-обоюдному согласенному. Врач еще обязан хорошо читать мимику пластику другого человека. И ему совершенно не обязательно услышать от медсестры «да». Он понял это по глазам. Потому сколько раз она зашла в ординаторскую по наглаженному халату. И был ли на ней этот халат. Она просто не умеет говорить «нет». Она не умеет защищать свои границы. Она сама не понимает, что она делает. Она сама не отдает за понимание. Вы видели психиатрическую медсестру, которая не умеет защищать свои границы. Она границы страны умеет защищать. Вы знаете, одно дело в сфере профессиональной, другое дело в сфере личной. Поэтому ни за что не надо давать, ни на что нельзя давать гарантии. А вот у психоаналитиков, у психологов, там же прям вот... В нас влюбляются клиенты, да. Он сидит, что-то там себе пишет, как правило, левую руку. Во Фрейдов были влюблены все его женщины. А она же лежит прямо перед ним. Это другой вопрос. С клиентами я сразу сказал, что романов с клиентами не должно быть. Я вам скажу больше. Их становится все меньше и меньше. Знаете почему? Становится больше платной медицины. Если у тебя есть роман с клиенткой, она становится твоей любовницей. Там уже нет денег. Минус 100 долларов за сеанс. Совершенно верно. О, удобно. Почему нужно быть осторожным, Нина Владимировна, вы сказали. А вот что касается нечестер, коллег, врачей, причем мы с вами говорим о стационарах. В поликлиниках этого действительно нет, потому что негде запереться. Ну там такие очереди в поликлинике. Негде запереться. Балдеж такой у кабинета. Ну кому это понравится? Почему вы сказали, что нужно быть осторожным? Ну, во-первых, я считаю, что если мы все-таки будем говорить теперь о каких-то беспорядочных связях, вот этих отношениях, сегодня одна, завтра другая. Это, кстати, уже порядок. Из понедельника одна, во вторник другая, в среду третья. Но мы не против такого порядка. В четвертая старшая, чтобы не расстроилась. Да, да. Ну это теория, в отделении так не бывает. Мне кажется, дают нездоровую атмосферу в коллективе, правда. Вот все эти сплетни начинаются, да. Представьте себе больницу, где люди друг друга знают. И поэтому вот там такого премискуитета, про который говорите вы, который, может быть, кто-то и хотел, не бывает. Обычно роман с медсестрой длится 3-4 месяца. Может быть, да. Нет, нет, не знаю. Может быть, дольше. Абсолютно. Потом, да, переходит в роман с другом. Люди специально дежурство себе ставят таким образом, да, чтобы совпадать дежурить. Это может быть роман с двумя медсестрами, да, но не премискуитетный, да. Иначе тебе вызывает главврач и говорит, зачем ты трогаешься. Кстати, о главврачах и о бурных романах, которые, ну, вы понимаете, да, должна быть операция, а он ей что-то сегодня не так улыбнулся или не поцеловал ее в ушко там, и все. И она вот такая стоит у стола. Вот это я тут соглашусь. Она не имеет права. Хорошо, если врач, главврач, если руководитель ЛПО вдруг узнал, что у него происходит нечто такое, отношения, которые из романтических, сексуальных шоппер оставит в отношения ненависти. Конфликтные. Что ему делать? У него есть какие-то механизмы? Он может их позвать, с ними поговорить, понятно. Он может их... А уволить он их может? А знаете, что интересно? В должностных инструкциях не прописано по поводу секса ничего. Нельзя приходить пьяным, нельзя приходить под наркотическим там... А по поводу того, что это старое. Нельзя приходить со своим сексом. Да, поэтому... Это старые должностные инструкции. Даже в мыслях не было, что такое возможно. Ничем их в медицинской и медицине? А что в советское время не было этих романов, что ли? Я знаю, что они выходили в границы. И тогда врач, главный врач, нормальный главный врач, он найдет к чему придраться. Совершенно верно. К сестре или к врачу. Не за это. Но ему он объяснит. Я знаю случаи, когда люди действительно переходили границы. У них была бурная любовь. Это же люди, естественно. Это живые люди. Но в большинстве случаев все-таки... Мы ведь врачи, мы умеем держаться. Когда нам пациент говорит, доктор, я вам плачу, плачу, а мне лучше не становится, то вместо того, чтобы послать его, мы улыбаемся и говорим, что пройдет неделя и станет лучше. Ну так что же мы с... Раз вы апеллируете к большинству случаев, то нужно сказать, что все-таки большинство случаев медицинского секса – это домогательство. Я общаюсь очень большим кругом, ну скажем, студентов, ординаторов и молодых врачей. И, как правило, те истории, о которых мне рассказывают, мы запускали и видео, и сильная обратная связь была. В основном представлен следующий формат. Приходит студентка в медицинский университет. Первый курс ей там построили глазки. Второй курс построили глазки. Она заходит в клинические отделения и начинается самое интересное. Преподаватели пользуются своей властью, авторитетом и позволяют себе чуть больше, чем может позволять. Это же другое, а ты не врачи. И врачи тоже, то есть делают перевязку. Вот обычная история. Мне написала девушка из Казани, с третьего курса. Ее история про перевязочную. Первый день она заходит, он строит ей глазки. Второй день он ей начинает показывать манипуляции, немножко приобнимает. Третий день он уже щипает ее за разные мягкие места и предлагает поужинать с ним. И таких историй большая часть. А знаете, почему вы знаете такие истории? А потому что при счастливой истории вам никто не рассказывает. Они все сидят и помалкивают. Здесь может быть момент такой ловушки, потому что эта девушка тоже может манипулировать преподавателем. И на самом деле, мы не знаем, мы не держали свечку. Товарищ Полеев, я вспоминаю советские времена. Вот мы говорили о том, если у руководства клиники механизмы сейчас, а раньше как? Портком. Профсобрание сначала, профсоюзное собрание. Нет, нет, это не выносилось. А потом партком. Здравствуйте, не выносилось. Было, было. Секс не выносили. Было, было. Секс не выносили. Аморальное поведение. Аморальное поведение на рабочем месте. Слушайте, у нас столько обязанностей у врачей, особенно в отделении. Бумаг. Что при желании, если ты знающий специалист, ты у прекрасного врача, доктора Риктора, найдешь такое в истории болезни, что его можно уволить в течение трех минут, если закончишь. Дело не в увольнении. Научка ему сказать. А вы знаете истории, когда из-за секса не держусь, кто-то вылетал из клиники? Ну, когда из-за секса не держусь, застукали, донесли, рассказали. Да, конечно. Вы увольняли? Знаю. Сколько примерно таких? Ну, вот лично я знаю четыре. В одном случае это была медсестра операционная, красавица-татарка, любовница главного врача. И мой друг, хирург, этого не знал. И, в общем, это было... Не в тот огород зашел. Нет, ему донесли, конечно, он сам ничего... Если бы он зашел, он бы зарезал. Вот, но ему донесли, он вызвал к себе Борю и сказал, что я вас очень уважаю, вы прекрасный детский анестезиолог, я очень хочу, чтобы вы у меня работали. Но вы вообще думаете, с кем вы заводите романы, да? Я с этой женщиной несколько лет встречаюсь. Ну, у него жена и четверо детей. Ему сто лет, он жив до сих пор, академик. Хирург. Секс помог. Да, и, пожалуйста, я вам помогу найти работу в другой больнице. То есть все-таки он его... Найти работу, но только это был не завт детской реаниматологии, а рядовой реаниматолог. Ничего себе. И большая потеря в зарплате, потому что эта больница была областная. Ну, хорошо, а другие, наверное, истории все знают, когда из-за секса на работе девушка, медсестра вдруг становилась заводделением через короткое время. Ну, и есть такое... Конечно, конечно. Я знаю, и когда в советские времена вызывали двух докторов, и только их уже объединение женитьбы и замужества как-то все выравнивало, а так как бы увольняйтесь оба. Вот. И девушки, которые приходят, молодые ординаторы, тоже, так сказать, ради того, чтобы зацепиться. Поэтому это жизнь, двусторонний процесс. А кто больше получает пользы от секса на рабочем месте? Так сказать, сексуемый или сексуемая? Ну, тут по-разному. Ну, расскажите. Это индивидуально. Тут можно сказать так. Чем тяжелее больница, чем она более скоропомощная, когда ты как на фронте. Да не скажите, что там времени нет. Время было бы желание, время можно найти. Ну, наоборот, когда стрессовая ситуация... Про районные поликлиники, про ведомственные какие-то учреждения, где стукачество очень развито, вот там это все сложно. А когда мы говорим про скоропомощные больницы, когда мы говорим про тяжелейшую работу, то стресс порой снимают. Что уж тут, как говорится, греха таить. Там не до романтики. Чистый секс. Ну, да. Ну, и романтика бывает. Ну, не надо. И большая любовь, и чистый секс, и два чистых секса. И все-таки, пожалуй, это лучше, чем доктор, выпивающий. На работе, да, когда ему несут какие-то бутылки, когда он прямо на рабочем месте, отдежурив свое дежурство, остается, эту бутылку выпивает полностью. И в хлам. Засыпает, да, и домой уже с работы не может уйти. Доктор, как же его назвать? Доктор, который занимается сексом на рабочем месте, гораздо лучше, чем доктор-дракоман, доктор-алкоголик. Ну, если говорить о таких, то правильно. Мы не будем говорить, что это хорошо, правильно, и так надо. Выбираем из двух зол меньше. Да, выбираем из дружных. Ну, вот скажите, как нам быть по-другому? Был такой академик Морозов, замечательный человек, руководитель советской психиатрии, директор института Сябского. Он тоже? Красавец. Ему был российский народ на международных выставках. И умница, кстати. Вы знаете, что в систему московской психиатрии входит несколько загородных больниц. Катькова, знаменитая там, Медная и так далее. Ну, он там консультирует раз в три месяца, да, тяжелых больных, которых надо оставить надолго. Раз в два года он привозил оттуда молодого врача, женщину. Как правило, это была женщина один или два года назад, закончившая медицинский институт. Она, как правило, была, почему она работала в этой больнице, она была уроженкой этого, Хатькова, Медного. Он красавец, так сказать, он никого не домогался, так сказать, он не замазил, он ей покупал однокомнатную квартиру. Он делал кандидатскую диссертацию. Она становилась либо старшим научным сотрудником, либо старшим ординатором в больнице. Рожала она или нет, это по-разному было. Иногда она просто выходила за ней. Они расставались, да, это в пакет не входило. Но это не секс на работе, это совсем не входило. А журнала по квартиру и диссертации входила. Это, слушай, Абби Роман. Первый сервис был на работе, дорогая. Нет, я имею в виду, что здесь больше, чем секс. Это больше, чем секс. Это уже рыцарь. Ну, это было скорее... Нет, нет, погодите, вы... И чем это закончилось? Хотя в основе... И с одной из этих восьми женщин он не поругался. Никто на него не писал джалобы. Это закончилось, что восемь старших научных сотрудниц были его любовницами. А вы откуда это знаете? Вы свечку держали, что это именно так? Может быть, она такая умная, замечательная, и просто она дослужилась до этого поста. Почему у вас есть уверенность? Те, кто умные и замечательные, они еще и красивые были. Мы тоже знаем, вы чужели этого. Они сами этого не скрывали. Так что у нас в психиатрии есть добрая традиция. Нет, нет, погодите. Давайте, 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 дадим слово. Интересно, что и женщины, да, и мужчины, которые сейчас участвуют в обсуждении, считают это нормальным. То есть это нормально. Никто не сказал, что это нормально. Мы не говорим, что это нормально и ненормально. Никто не говорит, что это нормально. Мы говорим, что это есть, и это никому не повредило. Нет, мы говорим, что это не плохо. Мы не говорим, что это плохо. Мы не судьи, не философы. Говоря о человеке, нельзя говорить, что хорошо, что плохо. В идеале должно было бы быть плохо. Вот, черт возьми, так хорошо. Что значит плохо? Подождите, я вам расскажу историю. Я вам расскажу историю, когда отсутствие секса на рабочем месте действительно помогло. Люди стали реально богаче на деньги. В Великобритании произошло так, что одна больница двух медсестер-лесбиянок обвинила в том, что у них секс на работе. Лесбийские-то гадости. А они доказали, что его не было 350 тысяч фунтов стерлингов. Так что секс на рабочем месте, это не только вредно, но и полезно. Это была программа «Противостояние». Меня зовут Александр Карлов. До новых встреч в эфире.